Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги «Премудрости» Соломона, неканонической книги Ветхого Завета, я читаю для библейского портала «Экзегет» Синодальный перевод. Девятая глава была молитвой о даровании мудрости, пожалуй, единственное место, где мы видим именно Соломона как автора этой книги, хотя, еще раз говорю, это скорее литературный лирический герой, чем реальный автор, и в Десятой вдруг начинается перечень разного рода праведников, правоцов, которые так или иначе премудрость получили. Странно, зачем? Он молится и говорит, я, Господи, хочу понять Твою волю, это невозможно сделать без премудрости, я хочу исполнить Твою волю, но для этого я должен сначала ее знать. Но ведь это встает тогда вопрос, а возможно ли это вообще, может ли человек вместить в себя премудрость Божию? Вместить – нет, а взаимодействовать с ним – да, может, и примеры из прошлого как раз на это и указывают. Она, премудрость, сохранила первозданного Отца Мира, очевидно имеется в виду Адам, который сотворен был один и спасла его от собственного его падения, она дала ему силу владычествовать над всем. Как это спасло от падения? Грехопадение было, Адам и Евы. Имеется в виду какое-то падение до Евы? Но такого в Библии нет. Или, может быть, имеется в виду, что даже после грехопадения Адам все-таки не утратил всего, он каким-то образом действовал в этом мире, он какую-то толику этой премудрости сохранил. «Отступивший от нее неправедный, во гневе своем погиб от братоубийственной ярости. Ради него потопляемую землю опять премудрость спасла, сохранив праведника посредством малого древа». А здесь вообще что? Да здесь все сразу? Смотрите, братоубийственная ярость. Наверное, это Авель, которого убил Каин. И тут же Ной, которого праведник спасся посредством малого древа. Надо полагать, что речь идет о том, как он спасся в потопе Ной. Хотя не такое уж оно малое древо, там огромный ковчег был. Но в сравнении со всемирным потопом, конечно, да. Странно, и почему о Каине не сказано, казалось бы, он убил Авеля, или, может быть, еще кто-то. Трудно сказать однозначно, но, а может быть, это некое предание о том, как Каин погиб. Такое было действительно довольно с давних времен, но что он тоже погиб. Но это даже не очень важно. Вот он говорит, посмотрим на всю историю, которую мы знаем, праутцев, премудрость там действует и присутствует. И она постоянно что-то меняет в этом мире. Она же между народами, смешанными в единомыслии и зла, очевидно, идет речь про Вавилонскую башню, нашла праведника и собрала его неукоризненным пред Богом и сохранила мужественно в жалости к сыну. Это Авраам. Однозначно мужество в жалости к сыну, когда он был готов принести Исаака в жертву, но не принес. То есть он сына жалел, но при этом он сохранил мужество принять эту заповедь Бога, это повеление, и отправиться для того, чтобы принести его в жертву. Она, премудрость, во время погибели нечестивых, спасла праведного, который избежал огня, не шедшего на пять городов. Это Содома Гоморра, конечно, и лод, который спасся. От которых в свидетельство нечестия остались дымящаяся пустая земля и растения, не в свое время приносящие плоды и памятникам неверной души стоящий соляной столб. Но это, очевидно, идет речь про окрестности Мертвого моря, где находились в Содома Гоморра, и неверная душа – это лотова жена, которая обернулась, чтобы посмотреть на прошлое и превратилась в этот столб. Ибо они, презрев премудрость, жители этих городов не только поведили себя тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, чтобы не могли скрыть того, в чем заблуждались. Вот этот пример потомкам на будущее. Премудрость же спасла от бед служащих ей. Вот, очевидно, лото с его семьей. Праведного, убежавшего от братнего гнева, Иаков, который бежит от Исава, она наставляла на правые пути, показывая ему царство Божие, даровала ему познание святых, помогала ему в угорчении и обильно вознаградила труда его. Но это вот пространство Иакова, который действительно тяжело странствовал, но получил и семью, и богатство, и все. Когда из крестолюбия обижали его, она предстала и обогатила его. Вероятно, про то, как он пас стада у Лавана, и, соответственно, Лаван старался повыгоднее себе и поневыгоднее ему. А вот Иаков сумел найти способ свои стада увеличить. «Сохранил его от врагов и обезопасил от коварствовавших против него, собственно, родной брат, близнец, которым они не поладили, и в крепкой борьбе доставил ему победу, дабы он знал, что благочестие всего сильнее». Знаменитая борьба Иакова в 32 главе «Бытия», о которой мы толком и не знаем ничего, но побеждает в результате благочестия. То есть, что это, кто это, не очень важно, а победа Иакова оказалась победой благочестия. Такое толкование несколько, ну, лакирующее, скажем так, трудности текста книги «Бытие», но у него цель не раскрыть все тайны, а цель показать роль премудрости. Везде и всегда действует с праведниками, правоцами именно она. Она не оставила проданного праведника, но это, конечно, про Иосифа, которого продали братья, но спасла его от греха, имеется в виду очевидного том, как его жена хозяина пыталась соблазнить, и он отказался. Она не сходила с ним в ров и не оставляла его в узах, когда его бросили в тюрьму. И потом принесла ему скипетр царства и власть над угнетавшими его, когда он возвысился в Египте и стал вторым человеком после фараона. Показала лжецами, обвинявших его, и даровала ему вечную славу. Лжецами, то есть обвинявших, то есть тех, кто его в эту тюрьму бросил. Она освободила святой народ и непорочное семя от народа, угнетавших его. Это имеется в виду исчезствие из Египта, исход. Вошла в душу служителя Господней и противостала страшным царям чудесами и знаменями. Это про Моисия, про то, как он египетских грецов победил в состязании. Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным, и днем была им покровом, а ночью звездным светом. Простол погненный, облачный, который при переходе через пустыню был с израильтянами. Она перевела их через Черное море и прошла сквозь большую воду. Переход через море знаменитый, да? А врагов их потопило и извергло их из глубин бездны. Итак, праведные завладели доспехами нечестивых и воспели святое имя Твое Господи и единодушно прославляли поборающую руку Твою, ибо премудрость отверзла устанем их и сделала внятным язык младенцев. Во всех этих явлениях и язык младенцев, это, вероятно, про песни, которые потом после перехода через море поют Мириам, сестра Моисея и другие. И везде это проявление премудрости. То есть человек сам по себе недостаточно силен, умен, сообразителен, начитан. Ему нужно содействие этой самой премудрости. И в истории израильского народа множество примеров такого действия. Они продолжатся в следующей главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok